добрый день мои хорошие вы на канале светлана лосевой и это канал о вязании и сегодня я хочу вам предложить связать брутальный джемпер стильный мужской джемпер который я давно искала на просторах интернета мне попалась модель брендовая модель от шейна несмотря на то что узор очень простой простые жгуты вот именно такая компоновка узора очень красиво и очень брутально выглядит мне нравится вот эти вот расположение под пол патентной резинки и жгутов нравится мне симпатизирует симпатизирует простота этой модели классический вариант вязание то есть снизу вверх рукав с окатом джемпер с обычным вырезом горловины никаких излишеств все четко и по факту мне нравится такой вариант модели поэтому я буду делать мастер-класс сегодня для мужских размеров 46 48 50 52 54 56 у нас будет с вами разбор узора я нарисовала схему хочу вам сказать девочки для тех кто не понимает откуда я беру эти описания это не журнальный вариант это проект вязаной модели который выполнен мной исключительно по фото этой модели понимаете то есть я сама составляю схему я выбираю выкройку я компоную узоры я делаю расчеты на разные размеры я вижу образец и показываю вам как его вязать все нюансы стараюсь я рассмотреть понимаете давайте с вами детально рассмотрим эту модель я приближаю вам смотрите дорогие рукодельницы я очень рада что вы зашли на мой канал если вы впервые на моем канале не пожалуйста не забудьте подписаться на моем канале многие интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком и будет еще больше будет узнавать о новинках моего канала сразу же не забудьте поставить лайк под видео это поднятый верх пальчик ваши лайки повышает рейтинг видео и это не пустые слова и к тому же так видео попадает вашу папочку понравившихся девочки у нас нижняя часть вяжется по патента резинка верхняя часть вяжется узором с пол патента резинкой сочетание со жгутами обычный вырез горловины который обвязан планкой резиночкой один на один это фабричная модель сразу оговорюсь листаем дальше все связано на машине но я составляю описание для вязания спицами смотрите спинка и перед у нас выполнены одинаково узор различились вырежи вырезе горловины руках с окатом обычной у рукава такая же специфика вы видите начинается с простой резинки как и по низу спинки переда до затем идет полу патента резинку затем у нас переходит узор все переходит по патента резинка в узор как заменить полу патента резинку узором сегодня мы будем проходить при вязании образца вот обращаю ваше внимание смотрите вот здесь у нас сейчас я приближаю вот здесь посмотрите как интересно сделан переход от по патента резинки к узору по рукаву здесь специально идет вот такая вот лицевая гладь на семи петлях это косы вот поэтому прям много много лицевой глади и не сразу идут перекрещивание вот этих в жгутах обращаю внимание похоже это задумка дизайнера такая авторская знаете изюминка так давайте спиночку я вам покажу еще разочек диана у нас вот на спиночка здесь очень хорошо все видно да на одной высоте со спинка перед переходит к узорам идет и здесь вот по рукавчику вот как раз здесь очень хорошо это видно видите о чем я говорил какая фишечка после полу патента резиночки у нас идет переход не жгуты еще не очень быстро начинают перекрещиваться здесь идет значительно большой такой лицевой заклад скажем так вот а здесь вот нормальный такой заклад по спинке передом хотите сделайте так хотите нет в принципе вот вам дизайнер предлагает такой вариант так мои хорошие я все вам рассказала показала и так у нас сам сейчас выбор пряжи для вязания этого джемпера я выбрала вот такую пряжу сейчас я вам покажу ализе лана голд файн из серии классик турецкая пряжа очень хорошего качества сейчас я вам покажу составами полушерстяной смотрите 51 процент акрил 49 процентов ше так и метраж очень тоже шикарный метраж всегда мне нравилось и там 100 грамм 300 по моим 90 метров смотрите 100 грамм 390 метров так и есть турецкая пряжа ниточка шикарная по качеству немножко такой знаете цвет у нее серая с краплениями темненькими до получается такой меланжевый эффект вот и вот так выглядит наш с вами образец узора это полу патентная резиночка у нас идет и жгут жгут лицевой гладью связан вот так это смотрится как альтернативу всегда показываю вам смотрите вот такую дорогую пряжу это тоже турецкая фирма этрофил по лицензии итальянская выполнена называется пряжа белграды альпака плюс мохер 50 грамм 150 метров у нее шикарный состав 1 10 процентов кид мохера 5 процентов бэби альпаки 55 процентов полиамид 30 процентов вискоз вот она тоже с каким-то таким вкраплениями тоже у нее есть меланжевый эффект если вы возьмете такие же спицы плотностью вас будет такая же абсолютно это более бюджетные пряжи вот это вот который амализе показывал это бюджетная пряжа она дешевая недорогая и ее надолго хватит это пряжем как вы поняли более качественной более дорогая вот она более мягкая и более у нее состав шикарный да она немножко пушится слегка совсем то есть она подходит для мужских изделий это погрубее пряжа но мне нравится обе пряжи если честно обе пряжи нравятся я бы это и другой то есть насколько он позволяет финансы настолько вы в общем то можете и и купить себе пряжу да то есть вот я вам как альтернатива дорогую пряжу показываю и в принципе дешевую и узор у нас совсем не сложный принципе свяжут мастерицы имеющие не очень большой опыт полу патентная резинка да и жгутики все так моя хорошая сейчас давайте с вами посмотрим схему у нас вот такая схема 24 петли ширина раппорта 16 рядов высота раппорта с 17 ряда идет повтор раппорта то есть с первого ряда вяжется условное обозначение довольно распространены лицевая петелька это вертикальная черточка горизонтальная черточка это изнаночная петля у нас здесь с вами вот такие вот этот перекрещивание 7 петель на лево как это сделать мы сегодня с вами свяжем двумя способами как это люблю делать я я покажу вам и как это сделать легко и просто с помощью дополнительной спицы поэтому девочки начинающие вязать не переживайте узор простой по патенту резинку тоже довольно легко вязать беритесь смело если у вас еще нет достаточно опыта вязания на этой мужской модельки вы вполне потренируетесь это несложный узор давайте сейчас посмотрим сами выкройка такая выкройка у нас с вами будет использоваться подчеркну это просто без размеров здесь идет просто как конструктивно хочу вам показать как это выглядит спинка перед вяжется раздельно рукава рукава раздельно все потом сшивается да то есть это классика в его чистом виде классическая выкройка с проймой с окатом рукавчик да все как положено нижняя планочка все как всегда мы привыкли вязать вот эти вот раздельные деталечки и вот такое описание я всегда составляю сегодня используются размеры 46 48 50 52 54 56 и все по петельное описание у нас здесь есть откуда я взяла все эти петли откуда я взяла все эти ряды я подробно рассказываю вам девочки в своем в своей расчетной части когда мы свяжем образец сделаем расчет плотности и тут же я начинаю вам все рисовать и показывать и рассчитывать на ваших глазах вот эти все петельки да как располагаем узорчик все все там есть как сделать вырез горловины сколько петелечек выделить на пройму то есть все нюансы разбираем по выкройке уже конкретнее там все рисуя размеры расставляю поэтому все туда кому детальный расчет важен и так моя хорошая сейчас мы с вами приступаем к изданию образца девочки для вязания образца я набрала 33 петли сам раппорт у нас 24 петли плюс 7 петель для симметрии плюс 2 кромочные и начала я вязать с обычной полу патентной резиночки и еще называют жемчужная резинка почему остановил выбор на ней это полу патента резинка вяжется с накидами есть еще другой способ вязания полу патентной резинки почему не стал его брать мне кажется что вот у этого резиночки плотность будет приближена к лицевой глади вот а нам это важно поскольку у нас потом будет замена на лицевую гладь части узора вот а вот у той резинки из моего опыта который вяжется путем снятия петель до нить там у нас идет за работой перед работой так далее там совсем другая история и плотность сильно отличается по вертикали от лицевой глади хотя у этой тоже будет отличаться но мы найдем способ как это все в общем то снизить эти все неприятные моменты и так девочки набираем 33 петли вяжем первый ряд полу патентной резинки всего два ряда и две петли составляет раппорт узора кромочную сняли вяжем смотреть сделаем вот такой накид петлю снимаем вместе с накидом не провязывая лицевая снова накид петлю снимаем не провязывая лицевая и так вяжем до конца ряда самостоятельно продолжаем переворачиваем на второй ряд заканчивался у нас первый ряд петлю мы снимали с накидом не провязывая теперь смотрите вяжем там где у нас с вами была петля с накидом не провязана и мы вяжем во втором ряду лицевую то есть мы вместе провязываем снятую петлю с накидом затем идет изнаночная опять лицевая изнаночная петля с накидом вяжется лицевая изнаночная лицевая изнаночная и девочки так до конца ряда понятно да самостоятельно вяжем и далее раппорт наши по патент резинки повторяется 1 2 ряд 1 2 ряд и так вяжем на нужную вам высоту я вот несколько рядочков связала можно и не делать этого но нам для плотности это нужно потом расчет делать и давайте с вами начинаем вязать наш узор который будет в виде верхней части будет там вы видели с косичками узор да со жгутами поэтому мы сейчас с вами вот что делаем вяжем первый ряд этого узора я показываю раппорт на 24 петлях смотрите первые 7 петель мы вяжем полу патентной резинкой то есть также мы делаем накид петлю снимаем не провязывая лицевая накид петлю снимаем не провязывая лицевая накид петлю снимаем не провязывая лицевая накид петлю снимаем не провязывая 7 петель должно быть считаем 1 2 3 4 5 6 7 дальше у нас идет с вами жгут наш сейчас мы будем вязать с вами 7 петель лицевых 1 2 3 4 5 6 7 затем вяжем опять полу патенту резинку 3 ряда накид петлю снимаем не провязывая лицевая накид петлю снимаем не провязывая лицевая опять 7 петель лицевых 1 2 3 4 5 6 7 связали и далее у нас с вами 7 петель для симметрии полу патента резинка вяжется делаем накид лицевую снимаем петлю снимаем не провязывая лицевая накид петлю снимаем не провязывая лицевая накид петлю снимаем не провязывая лицевая накид петлю снимаем не провязывая изнаночную вяжем кромочной петлей переворачиваем вязание изнаночном ряду вяжем как смотрят петли полу патенту резинку вяжем как я вам показывала как вы уже умеете вязать так и девочки сейчас у нас с вами будет 13 ряд в 13 ряду мы будем делать с вами перекрещивание перекрещивание в нашей косе на 7 петлях перекрещивания будут влево и так смотрим как это делаем начинаем вязать 13 7 петель полу патентной резинки накид петлю снимаем лицевая накид петлю снимаем лицевая накид петлю снимаем лицевая накид петлю снимаем и сейчас перекрещивать будем с вами 7 петель налево можно воспользоваться дополнительной спицей можно вязать как я это сейчас покажу я вам один раз покажу как я это делаю второй раз с помощью дополнительной спицы значит все петель я снимаю на правую спицу 3 петли у меня перед работой 4 петли за работой аккуратно высвобождаю вон они тогда потом с помощью вот этой спицы правой же все эти 4 петли я собираю аккуратно сзади и возвращаю на левую спицу все перекрестили и вяжем все 7 петель лицевыми 1 2 3 4 5 6 7 все дальше идет 3 петли полу патента резинкой накид петлю снимаем не провязывая лицевая накид петлю снимаем и далее следующие петли 7 также перекрещиваем с вами налево я обещала дополнительную спицу вот у меня дополнительные спицы девочки я показываю смотрите 3 петли у нас будут с вами перед работой следующие 4 петли мы вяжем я их сняла видите перед работой оставил на дополнительные спицы следующие 4 петли я вяжу лицевыми да а затем с дополнительной спицы возвращаете 3 петельки на левую спицу все и также их тоже вяжу как 3 лицевые все дополнительные спицы еще проще да пожалуйста даже новичок любой справится затем вяжем снова 7 петель для симметрии полу патента резинки делаем накид петлю снимаем не провязывая лицевая накид петлю снимаем не провязывая лицевая накид петлю снимаем не провязывая кромочная изнаночная и так связали 13 ряд 14 ряд переворачиваем вяжем как смотрят петли вот не забываем про пол патента резинку она вяжется в четных рядах соответствующим образом и далее будет у нас сами 15 ряд 15 ряд это тоже самое что мы с вами вязали первый ряд собственно говоря вяжем 7 петель пол патента резинки делаем накид петлю снимаем не провязывая лицевая накид петлю снимаем не провязывая лицевая и так далее связали 7 петель и 7 лицевых вяжем наши в нашем жгутики затем вот три петли пол патентной резинки и опять 7 петель лицевых в куртики связали 15 ряд полностью раппорта и 7 петель для симметрии полу патентной резиночкой вяжем все девочки 16 ряд вяжем как смотрят петли и раппорт у нас с вами повторяется с первого ряда снова делаем влажную тепловую обработку горячим паром отдаем наш образец он становится влажный и мы его тянем во влажном состоянии во все стороны тянем вверх-вниз вправо-влево растягиваем все в состоянии сейчас вытянулся и давайте его пусть он сохнет так измеряем плотность смотрите 18 сантиметров ширина у нас образца мы набирали с вами 33 петли 33 надо разделить на 18 сантиметров плотность получается 1 целый восемь десятых я запишу это вот здесь у себя что в одном сантиметре 1,8 петель у нас по вертикали то же самое делаем измеряем высоту нашего узора меня это получается так надо очень тщательно это все делать девочки но 16 сантиметров получается сейчас необходимо посчитать ряды меня 40 рядов ровно и посчитала и давайте 40 разделим на 16 сантиметров получается 2,5 это плотность по вертикали запишем в одном сантиметре 2,5 ряда и все плотность определили сейчас будет расчетная часть так девочки для вязания я брала вот такую выкройку для может это мужской джемпер до выкройка будем сегодня с вами рассматривать размеры мужские сорок шесть сорок восемь пятьдесят пятьдесят два пятьдесят четыре пятьдесят шесть вот считается что у мужчин средний размер это пятьдесят пятьдесят два значит ширина у нас спинки переда первый размер пятьдесят два сантиметра в петель на эквиваленте девяносто три петли второй размер 56 сантиметров в петель на эквиваленте это сто одна петля третий размер 60 сантиметров петель на эквиваленте это сто девять петель как считала петли 52 умножаем на плотность по горизонтали 1,8 у нас с вами петель умещалась в одном сантиметре получается число 93 и так с другими размерами то есть сантиметре умножаем на плотность по горизонтали получаем петли дальше смотрите начинаем вязать все детали снизу вверх на резинку набираем простая резинка 11 и вяжем на высоту 6 сантиметров затем переходим на полу патентную резинку девочки вот длина всего изделия у нас первый размер я взяла 71 сантиметр 2 73 3 75 сантиметров рост модели считаю средний такой знаете метр семьдесят пять то есть роста мужчины метр семьдесят пять сто семьдесят пять сантиметров вот это рост мужчины и вот такой джемпер считаю меняйте этот параметр под себя как вам нужно по вашим меркам на выкройке это будет вот этот параметр надо будет менять от планки нижней до проймы вот в моем случае это 42 43 44 сантиметра так вот вы вяжете пол патента резинкой спинка перед вяжется совершенно одинаково отличие только вырезе горловины по переду он крупно больше до глубже так смотрите дальше здесь у нас на определенной высоте ну приблизительно если 70 сантиметров грубо говоря мы берем то это где-то половиночку да то есть это где-то 35 35 сантиметров пополам делим переходим на вязание уже нашим узором вот по этой схеме который мы сегодня с вами вязали переходим на вязание узора как это сделать этот переход мы сегодня с вами в образце прошли вот поэтому я думаю что тут не будет никаких проблем теперь как распределяем петли это очень важный момент как распределить петли наше количество как правильно симметрично расположить этот узор и вот здесь я уже нарисовала вам смотрите первый размер раппорт узор у нас им составляет 24 петли плюс 7 петель вот этих мы берем для симметрии моего образцы их также вязали понятно да поэтому при вязании мы также будем делать рапорт вот у меня 24 24 24 до и 7 петель вот я пишу полу патента резинка 7 петель полу патента резинка у меня добавляются крайне левой для симметрии и в сумме это количество петель составляет 79 3 раппорта подряд по 24 петли и 7 петель для симметрии полу патентной резинки и к этим 79 петля для первого размера нам нужно добрать до девяносто трех петель как я решил этот вопрос смотрите я добавила справа и слева 6 петель полу патентной резинки то есть по сути у нас будет начинаться все связание 13 петель полу патентной резинки то есть 6 плюс 7 которые в раппорте у нас идут вот они в начале туда в сумме сдают 13 петель и затем идет вот эти наши жгуты идут по 7 петель между ними 3 полу патентной резин 3 петли полу патентной резинки да понятно да то есть по сути начинаем с 13 петель полу патента резинки заканчивают 13 петлям полу патента резинки ну и плюс конечно кромочные справа и слева это первый размер 2 размер переходим расположение узоров центральных так и остается вот эти неизменно 79 петель то есть это три раппорта по 24 петли плюс 7 петель полу патента резинки крайне левые но к ним смотрите как я распоряжаюсь остальными петельками которые нам нужно набрать чтобы сто одна петля была в результате значит после теперь значит в начале начинаем все кромочная 3 петли полу патентной резинки затем идет 7 петель жгут жгут вот этот жгут 7 петель и затем идут 3 раппорта подряд по 24 петли 7 петель полу патентной резинки для симметрии опять на симметрии идет зеркалица жгут 3 петли полу патента резинки то есть начали стрима с трех петель полу патентной закончили по 3 петли полу патенты ну и соответственно кромочная кромочная справа слева это 101 петля второй размер третий размер уже получается 54 56 размер это 60 сантиметров и это 109 петель и у нас распределение петель идет следующим образом начинаем 7 петель полу патента резинки затем идет жгут на 7 петлях 3 раппорта подряд по 24 петли для симметрии 7 петель полу патента резинки и заканчивается все опять жгут и 7 петель полу патента резинки соответственно кромочная кромочная сумме это все сдает 109 петель вот такое простое симметричное расположение я предлагаю для вязания этого джемпера теперь давайте разберем пройму вырез горловины и плечи пройма глубины пройма я беру вот 5-6 сантиметров как обычно мы делаем вот и у меня в петель аквиваленте это получается 10 петель 11 12 зависимости от размеров вот здесь будем закрывать на определенной высоте сейчас я не озвучиваю не эти детали да то есть на какой высоте нет я не хочу загружать видео поскольку у нас будет письменное описание виде текста который я выкладываю под видео там вы смотрите эту инструкцию по вязанию виде текста она есть там все написанные высоты и последовательности ваших действий сейчас я вам просто объясняю откуда я взяла то или иное количество петель вот смотрите вырез горловины у меня составляет первый размер значит это половинчатый размер здесь вы понимаете выкройка 1 2 до 9 с половиной сантиметров 10 с половиной и один с половиной в зависимости от размеров и у все это мы умножаем на 2 и умножаем на плотность по горизонтали получаем в петель на эквиваленте первый размер 35 петель 2 37 и 3 у меня получил 41 петля вот размер это что осталось это петли плеч как всегда 20 21 22 петли у нас остаются согласно размерам все на какой высоте вы закрываете петли проймы о петли глубина выреза я все описываю инструкции сейчас я это не затрагиваю хочу только затронуть тот вопрос вертикальная плотность почему всегда в описании я там где пишу сантиметр пишу рядом равно столько-то рядов и как я получаю эти ряды мы применяем вертикальную плотность для того чтобы после стирки наше изделие не вытянулась чрезмерно и чтобы она получилась именно той длины которые мы запланировали мы вяжем образец да вы все это проходили только что со мной затем мы его термообработки подвергаем да и мы его тянем в тот момент когда у нас влажный имитирую стирку можно постирать и посушить будет тот же результат я проверяла кстати вот потом он у нас сохнет лежит и мы измеряем его ширину высоту и высчитываем плотность по горизонтали и по вертикали и делаем это девочки не случайно таким образом мы любой сантиметр по вертикали умно умножив на вертикальную плотность которую мы с вами рассчитываем получаем ряды надо вязать вот эти ряды соблюдаем то есть соблюдая количество рядов это будет правильно технология вязания в результате если вы будете считать эти ряды а не мерить сантиметрами как вот по старинке до привыкли вяжем полотно примеряем вяжем примеряем нет считайте ряды качество вашего вязания значительно повысится это правильная технология которая позволяет нам получить желаемое длину изделия также как и желаемую ширину когда мы считаем петли по плотности тоже понимаете да теперь переходим на руках значит у ручка у нас на резиночку 11 также снизу планочка у нас вяжется мы набираем 45 47 49 петель в зависимости от размера длина рокова я померила у своего мужа у меня вот семь сантиметров длина рукава муж нос 54 размер вот я по нему все в принципе брала по готовому же изделию по джемперу и в общем-то да действительно все вот это сходится у него 54 размер здесь у него 59 сантиметров была ширина по ширина спинки переда у джемпер уже готового фабричного вот поэтому можете это откорректировать вот эту величину 109 там но сделайте 107 до 107 петель это очень легко откорректировать берите не 7 петель пол патента резинкой а 6 да то есть здесь очень все в этом узоре легко корректируется под себя под себя девочки обязательно индивидуальной мерки применяйте так теперь далее смотрите значит набрали связали планку затем переходит на пол патент на резиночку и вяжите сразу же прибавки у нас по скосу идут самая широкая часть рукава нас сейчас интересует вот здесь стоят мерочки 22 2324 высота нашего оката составляет 16 17 18 сантиметров зависимости от размера у мужа померила да действительно 18 сантиметров высота оката у него у готового фабричного изделия так и смотрите в петли эквиваленте умножаем вот эти размеры на 2 и умножаем на плотность по горизонтали получается у вас 79 первый размер 83 петли 2 размер 87 петель 3 размер теперь нам необходимо посчитать высоту оката мы с вами определили количество петель которые нам надо по каждому скосу прибавить как я это определяла я из 79 отнимала 45 на примере первого размера я вам сейчас все это продемонстрирую 79 отнять 45 получается 34 петли делим на 2 скоса на каждый скос 17 петель надо прибавить их надо прибавить равномерно одновременно с двух сторон как сделать вот эту равномерность для этого нам понадобится четко определить высоту скоса в моем случае при длине рукава 7 сантиметров я вычла планку вычла окат получилось у меня первый размер получился значит где тут 48 2 47 сантиметров 3 46 сантиметров вот этот параметр и далее яйца все перевела в ряды то есть я 48 умножила на плотность по вертикали 2,5 мы ее считали только что и получилось у меня 120 рядов для других размеров получил 118 рядов и 116 рядов и теперь вот эти 17 петель которые необходимо нам с вами прибавить по скосу я делю 120 на 17 получается циферка 7 вот смотрите 120 рядов высота скоса делим на 17 петель которые надо прибавить получаю ровно 7 в каждом седьмом ряду будете прибавка у нас справа слева одновременно по одной петле аналогично я посчитал для других размеров там 18 петель 19 петель вот и все это будет у вас девочки в описании под видео все я посчитала все я вам это сделала все учила я не не учила значит я не считаю никогда окат я считаю что для новичков окат представляет особую сложность вывязывания поэтому вам нужно сделать выкройку в натуральную величину и вязать прикладывая свое полотно вы так распрямляя его я так училась вязать окат потом вы поймете специфику убавок рукава и будете делать закрытыми глазами опытным вязальщицам я вообще ничего советовать не буду они и без труда сами свяжут этот окат вам в помощи будет расчет статья о расчете оката она опубликована у меня в профиль одноклассников и ссылочка на него будет под видео почитайте кому интересно все мои хорошие вот и все описание вот и все описание вот такой таблицы я пользовалась который нашла в интернете здесь у нас идут русские размеры вот 46 меня сегодня интересовал до 48 50 254 и вот тут по этим мерочкам я в принципе объем груди брала и вот что у меня получалось все совпадает я еще делала прибавку на свободное облигание по 2 сантиметра да и получилось все хорошо так мои хорошие я желаю вам удачи я желаю чтобы вы связали этот джемпер он не сложный он интересный и я думаю что ваши мужчины вас оценят и дадут вам деньги на пряжу просто многие подписчики писали сделайте мастер-класс мужского джемпера а то наша мужья скоро не будут нам давать деньги на пряжу так вот девочки вяжите с удовольствием я желаю вам удачи до новых встреч